В Северном Казахстане порядка 102 тысяч пенсионеров. Чуть меньше половины из них живет в Петропавловске. Как они отметят День пожилых людей и что ждет их в рамках месячника поддержки, узнавала наша съемочная группа. Международный День пожилых людей отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во всех городах Казахстана будут проводиться мероприятия, концерты и акции. В Петропавловске праздничная программа тоже обещает быть насыщенной. В числе первых поздравили солдат Победы. Сейчас в Петропавловске осталось 66 фронтовиков. Их навестили накануне Дня пожилых людей. Не оставят без внимания и тружеников тыла. В областном центре живут 3892 человека, имеющие такой статус. Поздравят с этим праздником из шестерых участников блокады Ленинграда. Двух героев соцтруда, а еще навестят пятерых североказахстанцев, перешагнувших столетний рубеж. Председатель городского совета ветеранов Сара Тасименова заверяет, без внимания в этот праздник не оставят никого. И речь идет не только о поздравлениях, но и о материальной помощи. Было оргкомитетом принято постановление о том, что 50% однодневного заработка каждого перечислить на совет ветеранов. 50% оставить в своем коллективе для своих пожилых, для их чествования, а остальные направлять на счета городского областного совета ветеранов. То есть у нас есть люди, которые утратили связь со своими предприятиями, и поэтому этим людям тоже надо оказать какую-то помощь. В областном центре сегодня функционируют 205 первичных ветеранских организаций. В них 26 401 человек. Есть и бесхозные пенсионеры. Их 8 тысяч. Эту категорию в праздник под опеку возьмут учреждения образования. Они готовят встречи и концерты. А еще представители старшего поколения ждут экскурсии в музеи. Краеведческие, изобразительных искусств, резиденция Блайхана. Добраться в любую точку города 1 октября пенсионерам можно будет бесплатно на общественном транспорте. А старт месячнику поддержки пожилых и инвалидов будет дан на торжестве во Дворце молодежи 1 октября. Это не просто праздник для пожилых. Это праздник добра, благодарности. Благодарность детей, внуков, окружения, забота и внимания. Всего в нашей области живут порядка 102 тысяч пенсионеров.